Вот об этом надо и мечтать. Но хорошо, что в Магнитогорске это есть. Просто все очень красиво и для тех, чей возраст выше нашего. Да вряд ли они смотрят Дом Милый Дом. Он не для них, он для вас. Вы работаете и у вас нет времени. Это, конечно, плохо. Но хорошо, когда за вашим стариком постоянно присматривают. Отлично кормят и у него всегда есть должные процедуры. И все это в медицинском центре Рекон. Мы не будем говорить о том, что вы видели, вы это смотрели. Мы поговорим о медицинских услугах и о лучшей практике постановки пиявок и пчел. И это геруда и апитерапия. К слову о том, что можно укусами пчел остановить рак. Не знали? А знаете. Апи-геруда терапия. Давайте все-таки объясним, что и геруда терапия – это ваша очистка, вашей зашлакованной кровеносной системы. Так же она? Конечно. Апи-геруда терапия относится к разряду традиционной медицины, которая идет с глубокой древности. А вы все знаете, что мы дети природы и от чего исходим, и тем должны и лечиться. И я очень благодарна судьбе, что она меня свела именно с этими методами лечения – пчелами и пиявками. Я просто благодарна курортной поликлинике, где я 26 лет отработала, и где я стала единственным в городе специалистом по данным методам лечения. Именно по традиционной медицине. Отработав 26 лет, мне повезло, что я встретила людей, которые поняли ценность данных методов лечения и пригласили меня в Центр Рекон, где я продолжаю работать по своей любимой специальности. Что касается герудотерапии, то проще сказать, при каких ситуациях она не положена. Это в основном низкое артериальное давление, плохая свертываемость крови. А в остальных случаях иногда бывает метод один из самых нужных и первых методов. Только почему-то никто же об этом-то и не говорит. Ну почему? Потому что, как сказать, забытые традиции... А не надо забытых традиций звывать. Давайте все-таки вспомним, что есть страна незабытых традиций, да? Это Китай. Там с традициями все абсолютно красиво. И там в Китае лечат и рак, в том числе укусами пчел. И это же тоже можно сделать здесь. Конечно, конечно. Потому что наш город экологически неблагополучный, который ведет к снижению иммунной системы любого человека. Будь он спортсмен, будь он простой рабочий, будь он интеллигенция, не имеет значения. Дыша и находясь в таком атмосфере, легко заработать и получить навсегда хроническое заболевание. И поэтому нужно обращаться не к медикаментозной терапии, к таблетке «выпил и выздоровел», а именно к той методике, которая способствует повышению вашей иммунной системы. Вот теперь мы зададим вопрос, что же нас так убивает, да? Помните, в свое-то время, в 85-м году, 85-й год, я это хорошо помню, антибиотик у нас был один, пенициллин, он реально хорошо работал. Сейчас у нас море антибиотиков, они не лечат. Почему это случилось? Ну, потому что, назначая тот или иной антибиотик, мы себя подсаживаем, можно сказать, на медикаментозную терапию, кушаем горстями, не учитывая то, что мы садим тем самым свой организм. Оттуда иммунитет просаженный, и вот ваш оттуда рак-то и появляется. Мы же потом проверяем себя на кровь, смотрим, а у нас и кровь ухудшилась. А что же она не ухудшится, если антибиотик уничтожает? Самые необходимые продукты – это лейкоциты, которые повышают нашу иммунную систему, они снижаются чуть ли не до нуля. И сколько нужно времени, чтобы повысить правильное содержание этих лейкоцитов? Месяцы, понимаете? А если с лейкоцитами совсем все плохо, вот вам рак крови. Конечно, конечно. Самый иммунитет, снижение его ведет. Потому что рак клетки, он присутствует у любого человека, у здорового и у больного. Ты дай повод. И она начнет рисоваться. Она начнет развиваться. А мы даем повод всевозможными методами. Это непосильный труд. Мы считаем, что если мы больше заработаем денег, больше вложим себя в труд, мы ставим миллионерами. Ну и куда потом мы эти деньги будем делать? Я вот рассказываю сказку о том, что все миллионеры, даже если вы очень крутой миллионер, максимальная сумма – это 100 тысяч рублей, наверное. Потому что вы больше на тот свет не унесете. Ребята, думайте головой прежде всего. Или начинаем кушать. Нам это нравится. Бесконечные конфетки, бесконечные пирожные, бесконечные печеные и все прочее. Но вы иногда заглядываете, посмотрите. Из чего все это сделано? Из зеркала на себя, посмотрите. Ведь нормальный сустав, позвоночник, он может выдержать всего 4,5 килограмма на 1 квадратный сантиметр. Если вы имеете вес и рост, согласно норме, например, 1,70 – это 70 килограмм вы весите. Это называется про меня, да? 1,75 – это практически сотня килограмм. То есть рано или поздно что-то случится? На наш бедный позвоночник и на наш бедный сустав приходится эти килограммы тогда. Мы сами себя калечим. Но зато, придя на прием, мы хотим за один прием сразу вылечиться. То есть выпив данную таблетку, съев дарный порошок, проингалироваться и все. Мы здоровы. Неправда. Нужно обратиться к себе, потому что каждый профессор своего здоровья. Изучишь себя, изучишь свой организм, будешь ты здоров. Вы знаете, пиявки очень хороши. Кровь мужицкую высасывают. Вот только надо знать, куда ставить. А вот то самое забавное и по сути мы можем делать сами, но лучше приехать к апитерапевту. Апитерапевты китайские показали мне, куда необходимо ставить пчел при моем раке. Вот сюда. 10 пчел через 3 дня. Потом 2 недели отдых и постоянное продолжение. Только мы вам говорим, что не надо ставить все 10 пчел за раз. Надо ставить 2. Через 3 дня еще 2. И вы посмотрите, рак не уходит, а замораживается. Я считаю, что это круто. Но самое крутое позже. Я стал меньше болеть. Если раньше я лечился антибиотиками, то теперь пункт номер 1. Отдых и противовирус. Круто, а то цена упала в 5 раз. Здесь все доступно. Абсолютно доступны методы лечения. А сколько вам будет стоить пиявочку поставить? Одна пиявка стоит 200 рублей. А пчелочка сколько стоит? 50 рублей. Одно ужаление. На курс лечения от 50 до 150 ужалений. То есть пациент может получать 1, 2, 3 сеанса за неделю. По количеству пчел мы рассчитываем на его зависимость, чтобы не было аллергических реакций, как он переносит. То есть обязательно процесс идет с одного ужаления, пробного ужаления, после которого мы определяемся с пациентом, сколько ужалений в день и какое количество раз в неделю он будет посещать. То есть это все очень индивидуально. Во-первых, и узнается его аллергологический анамнез, его основные хронические заболевания, потому что такие заболевания, как сахарный диабет, такие заболевания, как почечная недостаточность, являются прямыми противопоказаниями для постановки пияг. Ну и, конечно, если есть аллергия на любой препарат или на любой продукт. То есть идет сначала консультативный прием, на котором четко определяешь, может пациент принимать пчелу или нет. И после этого, после первого ужаления уже определяешься на следующий или через день, какое количество пчел мы можем принять на тот или иной сеанс. То есть это все считается индивидуально. И расчет ведется исключительно для каждого пациента по-своему. А теперь, вернувшись на круги свое, еще до того, как мы антибиотики заговорили, каким-то образом Россия, она всегда была интересной и достаточно хорошей и грамотной страной. Мы практически не болели оспой, да, в не в том количестве, что было раньше. У нас чумка, ну та самая, не так хорошо про нас проходилась. То есть мы, по сути событий, мы и мылись постоянно. Это же тоже хорошая тема. Или когда вас там вши кусают, и вы заражаете сразу. Или когда вы постоянно моетесь. Две разные вещи. И мы реально поработали неплохо, да, Батый, потом у нас Наполеон тоже от нас. То есть как-то все решили пообщаться, типа задавить Россию, но что-то не получилось, правильно? То есть чем-то же лечились, лечились вашими вещами. Ну а что касается герудотерапии, она известна с глубокой древности. Когда еще были, можно сказать, в греческих всевозможных раскопках, всевозможных китайских всевозможных там тоже раскопках все это находилось. Но в основном герудотерапия используется при отечных вариантах, при гипертонических, при ранах, при всевозможных гемороидальных ситуациях, при трофических и варикозных состояниях вен. В косметологии в последнее время стали использовать после косметических вмешательств на лице. Причем результаты дают очень хорошие. Идет быстрое просасывание рубца. Да я на вас-то посмотрю. Вы выглядите просто изумительно. Ну во всяком случае, я не знаю, как наши местные красавицы, а вот работы на базе курортной поликлиники, очень много приезжало женщин из-за границы. Но воле судьбы оставались там жить, или мужья у них там служили, или родители как-то туда переехали. И почему-то всегда приходили на сеансы герудотерапии. Я постфактум их, конечно, потом не видела, не могла оценить их ситуацию. Но приезжая из года в год и получая курс лечения, я всегда интересовалась. Но что же вас привлекает в герудотерапии именно на лицо? Они говорят, мы когда возвращаемся к себе домой, нас не узнают. Спрашивают, вы не случайно не после косметической операции? То есть я убедилась, есть у нас такие пациенты, которые ходят непосредственно, не связаны с косметическими операциями, а просто для улучшения микроциркуляции кожи, лица. Для выравнивания, для питания, для уменьшения морщин. Я обратила внимание, что действительно, да, результаты очень хорошие, очень хорошие результаты. Во-первых, не остается длительно таких синячков, не таких аллергических реакций на пиявку, как, например, при постановке на другие части тела. То есть структура кожи лица немножко другая по сравнению с структурой тела. И вот эти воспалительные процессы после герудотерапии, они проходят буквально через 2-3 дня. То есть через 2-3 дня пациент приходит на последующую постановку пиявок, и тех последствий после первичной постановки пиявок уже не видно. Рекон живет для вас, для тех, кто старше нашего. Да почему для них? И мы можем реально воспользоваться процедурами. Я не буду вам говорить про цены. Вы не помните цен в курортной париклинике? Так они таковые же. Жалко, что курортной не стало. Точнее, лучшие ее специалисты переехали в Рекон. Я, честно, зная Магнитогорск, не знаю ни одного человека, ни разу не обратившегося за медицинской помощью. Вот куда, по-моему, вам необходимо таки сходить.